Здесь, за кронверком Петропавловской крепости, со времён строительства города при Петре Первом располагалась Татарская Слобода. Здесь жили татари-строители города с петровских времён, и Петроградка обязана именно им своими такими непривычными для Петербурга извилистыми узкими улицами, тупиками. Другими словами, это было самое живое, самое неправильное, самое нерегулярное, неупорядоченное место, успешно сопротивлявшееся и в дальнейшем казённой регулярности перпендикуляров Санкт-Петербурга. Место хранит свою память именно, возможно, поэтому оно было выбрано для того, чтобы поставить здесь один из самых странных памятников. Он был открыт в 2006 году на задней стороне постамента памятника. Есть надпись, в которой значится, что это дар Петербургу от республики Татарстан. Тем самым как бы утверждается суверенность татарской слободы на карте города с самых первых лет его существования. Памятник этот возвращает нам воспоминания о человеке, о котором в литературной энциклопедии будет значиться, что он был поэтом, переводчиком, обновителем татарского литературного языка. На самом деле этого мало, и появление этой сдержанной характеристики объясняется тем, что в сталинское время, в тридцатые и особенно в послевоенные годы во второй половине сороковых, творчество Тукая считалось неправильным, а вся история, связанная с татарским народом, с татарским национальным самосознанием, была сокращена до невозможности. Тем не менее, с самого своего начала Петербург был городом исключительно многонациональным, и даже за три столетия своего существования как столицы он помнит не только татар, казахов и даже японцев и китайцев. Мальчик рано остался сиротой из Казани, или точнее небольшого селения неподалёку от Казани. Он переезжает к одним родственникам, к другим, его берут к себе на воспитание разные люди, и в конце концов он оказывается в Уфе, где успешно заканчивает медресе, тогдашнее училище, где готовили не только священнослужители, но и давали знания и светские, и в том числе знания истории и литературы. Затем, это уже время первых русских революций, он оказывается проездом очень ненадолго в Петербурге, чуть меньше двух недель. Затем едет в Казахстан и возвращается обратно в Казань. Всё это время он работает, он много пишет, он пишет и очерки, и поэтические произведения, и выступает как, ну, своего рода, журналист. В Казани не старым ещё он умирает, как скажет о нём Максим Горький, от горя, голода и чахотки. Дальше советские учебники о нём, советские учебники хрестоматии по литературе, если его и упоминали, то говорили о том, что это несгибаемый революционный поэт, который положил свою жизнь за счастье татарского народа. Да, действительно, Тукай пишет поэму Шурале, Тукай пишет множество стихотворений, посвящённых родному татарскому языку, где он говорит о том, что вместе с тенью отца и матери он взывает к татарскому языку. Но важнее то, что события революционные он воспринимал как события реформаторские, от которых должны выиграть все те народы, которые живут в России, в Государственной Думе. На заседании обсуждается, да, будет справедливо, если какая-то часть средств будет выделяться на образование детей-мусульман, на развитие медресы, в том числе на развитие светского образования. 1905-1907 год. Турция проявляет себя как достаточно культурная держава, являясь в некотором смысле антиподом Российской империи, хотя таким же многонациональным. И Пуришкевич на заседании Думы говорит о том, что, обращаясь к членам татарской делегации, что если вам нужны средства на воспитание мусульман, отправляйтесь в Турцию. И тогда Тукай, получив вот эти сведения о словах Пуришкевича, пишет стихотворение, которое с большой натяжкой можно назвать революционным. Это стихотворение, направленное конкретно против черносотинцев и националистов, где он говорит, нет, мы татарский народ, не уйдем отсюда, понимая это как то, что татарский народ стал частью русской культуры. И памятник тем самым призван восстановить историческую справедливость. Немного напомнить о татарской слободе и значительно больше о том, каким человеком имели дело в лице поэта Тукая. Это человек, который переживал общее как личное. Памятник делался, над ним работал не только Ян Янович Нейман, но и скульптор Зиякаев в соавторстве с архитектором Станиславом Одноваловым. Памятник делался по тем фотографиям, которые были выполнены незадолго до смерти Тукая. Отсюда такое мертвенное выражение лица, остановившийся взгляд расширенных глаз, слегка закинутая голова, тонкая вытянутая фигура, слитный силуэт, человек, плотно запахнувшийся в пальто, как в доспех. Особенно акцентируют скульпторы длинные, тонкие, худые пальцы. Поэта, который в правой руке держит книгу, а левую руку прижимает к груди, как бы зябко поддёргивая ворот пальто. Единственным признаком его принадлежности к татарскому народу оказывается тюбетейка на голове. Надпись, сделанная стилизованным шрифтом великий татарский поэт Габдула Тукай. Мы видим произведение, в нём есть и национальные смыслы, но те, которые включаются в состав смысла в общекультурных, не преобладает ни одно, ни другое. Вот примерно так, каким, видимо, и был сам Тукай в ту эпоху рубежа и веков, когда он жил. Субтитры создавал DimaTorzok